Всем привет! В этом ролике я покажу жуликов, выдающих себя за профессиональных печников. Расскажу заказчикам, как найти специалиста для кладки надежной печи, и о том, как сами печники могут повлиять на недобросовестную конкуренцию. Многие заказчики ищут специалиста для выполнения различных работ, в том числе и печных, на сайтах вроде Авито или на сайте объявлений вроде вот этого. После чего начинают смотреть фото работы печника, чтобы найти вариант, который им понравится. После чего смотрят примерную цену за работу, и если она их устраивает, звонят по указанному телефону, чтобы договориться о встрече. Этот алгоритм стандартный, и большинство заказчиков считают его оптимальным. Если что, при встрече с печником посмотрят на него, и по внешнему виду сразу поймут, можно ли ему доверить кладку печи. Все было бы хорошо, но в большинстве случаев вас уже обманули на этом этапе. Подчеркнули не может быть или иногда, а в большинстве случаев фото печи в таких объявлениях сворованного профессионалов, и авторы объявлений ни при каких условиях сделать печи с таким качеством за такие деньги не смогут. Опытному печеньку достаточно посмотреть на фото таких работ, город, в котором опубликовано объявление, и цену за работу, чтобы понять, его это фотографии или это мошенник. Но для заказчика, который в этом не обязан разбираться, достаточно открыть фотографию, нажать правую кнопку мыши, и выбрать пункт «Найти картинку в Яндекс». На странице Яндекс.Картинки появятся все фото этой печи, которые есть в интернете, и сайты, где она размещена. Если оригинальная фотография была большого размера с водяным знаком автора, вы легко его здесь найдете, как на этом фото. Если автор печи таких отметок на фото не делал, то вам придется постараться, чтобы найти среди этой кучи жуликов настоящего печника. Конкретно эту печь делал Александр Тарасов, и выкладывал ее на форум-хаусе 9 июля 2012 года. Но не думайте, что такие ложные объявления делал только в Москве. Вы сильно удивитесь, сколько таких печников есть в вашем городе. Вот пример такого объявления в ЖУССКИ. Я пользуюсь этим методом, проверил его фото, и с 10 и 6 точно оказались форумными. Самое плохое, что сайт Авито своими правилами поощряет мошенников, так как запрещает на фото указать водяные знаки и номера телефона. Всем, у кого не оплачен пакет максимальный, а он в принципе недоступен большинству печников. В итоге печник выкладывает там свои фото без всяких обозначений, и мошенники их тут же воруют, обещают заказчику скидку 10% на ту же работу и забирают заказ у авторов фотографии. Тут зритель этого ролика задаст мне резонный вопрос. Александр, ты молодец, показал нам всю ситуацию, но ведь ты и сам с трудом поделил по Яндекс.Картинкам реальных авторов печи. Отвечаю. Я никаких ознакомительных роликов не снимаю. Если я выложу ролик в общий доступ, значит в нем вы обязательно найдете информацию и ответы, как все исправить. Во-первых, прежде чем звонить печнику, напишите ему в личных сообщениях, чтобы он выслал вам фото интересующего вас печи, WhatsApp или Viber в недостроенном виде, например, на 12-м ряду. Или если такой фотографии нет, то хотя бы фото достроенной печи, но которую он никогда не выкладывал в интернет. После такой проверки Яндекс.Картинки даст ответ, что фото оригинальное и его копий в интернете нет. При этом печник, прежде чем выслать такое фото, должен поставить на нем свой водяной знак или номер телефона, так как звонящий вам сам может оказаться мошенником. Совершенно не стоит их считать, глупее нас с вами. У них алгоритмы обмана обкатывают целые колл-центры. Вторая рекомендация для заказчика вообще не искать печника на авито. Гораздо надежнее выбирать печника на сайтах печных гильдий и на печных форумах. Третья рекомендация или совет для профессиональных печников. Создавайте свои каналы на YouTube и в Instagram. Как, например, это делает MossobalPech. И выкладывайте там короткие ролики со своими работами. Это почти не займет у вас времени, но обезопасит от воришек и даст небольшое конкурентное преимущество перед ними. При общении со знакомыми печниками мы часто обсуждаем таких жуликов. И откуда их столько взялось в последние годы. Я считаю, что корень этой проблемы вот этот человек. Там 50 стой, это просто при ограниченной рекламе в день. Поэтому мы приняли решение дальше развиваться не через собственный отдел продаж, а через франчайзинговую. Продавец успешного успеха, достойный курсант бизнес-молодости и автор франшизы BBQ. В свое время он пытался заниматься печным бизнесом. Ясное дело, как и все другие, понял, что это бесполезно. И после этого начал продвигать свою франшизу BBQ о том, как продавать красивые печи, ну или вы сами поняли, чем он их там учит. Если вам интересен ролик об этом человеке, вернее его вкладе в развал репутации печного бизнеса в России, напишите в комментариях под этим роликом. Также, если вам известно их недобросовестности, тоже не стесняйтесь, пишите в комментариях. В конце этого ролика хочу сказать, что жулики хитрее нас, имеют готовые алгоритмы и разбираются в интернет-технологиях лучше любого печника. При этом они сплоченные и держатся друг за другом. Честно, работяги вроде нас с вами поодиночке никогда с ними не справятся. Чтобы поменять ситуацию, когда жулики отбирают нашу работу, прошу вас поделиться этим роликом в группах ВКонтакте и Вайбере, поставить лайк под роликом и написать комментарий. Также поставьте колокольчик подписки, чтобы получать уведомления о новых роликах. Самая главная задача этого ролика, это то, чтобы нас услышало как можно больше людей.